приветствую дорогая вот ты делал держишь свое творчество я держу свое творчество которое мы совместно создавали формате коллективный разум вот там что получилось там не написали в комментариях ой какая божественная картина туда-сюда но было два три комментария замечаниями что значит один глаз был больше другого я вот думал вчера ночью как же его поправить не исправив не испортив картины потому что это же таким делается как в таком состоянии когда ты чувствуешь где какую мазок сделать как бы не испортить как у меня там есть в прозе ру тоска по испорченной картине ну и короче я нашел между сном и божественном состоянии задаваясь вопросом как это сделать и встал и как раз я ждал когда у нас будет общая встреча там которая наталья кавитана создавала но кто хочет увидеть запись пусть посмотрит там запись это очень интересно было два часа мы там все друзья собрались как бы человеком человечность что это творчество про твою платформу говорили как по стране я сказал там что не туда не приглашаю щас людей по уши она уже завершается там замкнутая платформа на телеграме а теперь ты покажи свое 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 творчество и скажи что ты там уже что завершаешь и отчет скоро будет да да вот работу мы решили продолжить на нашем марафоне и спросили у участников кто бы хотел продолжить работу в ежедневном формате и несколько человек согласились на это мы с ними отделились в отдельную группу потому что работа это очень такая личная и мы работали каждый день и писали каждый день отчеты по работе которую проводили как по стране да там мы взвешивали значит вот смотрите взвешивались каждый день не все были тех которые взвешивались каждый день и были тех которые взвешивались раз в неделю или те которые работали не по весу а по каким-то другим своим проблемам то есть нас было 11 человек мы работали у нас работа уже заканчивается на следующей неделе значит мы под будем подводить итоги нашей работы работали мы в таком режиме 5 дней работали два дня отдыхали и те два дня когда мы отдыхали мы писали итоги проведенные работы и вот поэтому у нас сегодня 19 день завтра будет 20 то есть четыре недели заканчиваются работали не с утра до вечера имеется ввиду там упражнение делали а упражнение поскольку например ну каждый для себя по-своему выбирал вот были те которые работали по весу были те которые работали по паническим атакам по истощению значит использовали домашний санаторий вот ну любую работу которые мы выбирали мы работали по этой проблеме пять дней делали упражнения ну создавали образы мечту как помечтать перед этим упражнением какую мечту мы выбирали а потом два дня мы не делали никаких упражнений мы отдыхали и подводили будет отчет будет когда ты сказал да отчет будет на следующей неделе потому что завтра покажем так завтра у нас будет последний день работы 20 а потом 21 22 мы будем подводить итог проведенные работы и вот числа 23 когда у вас будет время мы будем готовы выйти с вами на вот связь такую и наши девочки все будут делиться результатами своей работы к девочке у вас были мы решили взять только девочек потому что ну работа такая мало ли что захочется делиться девочкам понятно понятно что это у тебя такая прекрасная кукла вот я почему показываю свою картину ты покажи свою куклу пожалуйста пожалуйста покажи потому что только человек своим творчеством находит себя на самом деле настоящим чем он может заниматься свое предназначение своей таланты когда он раскрывает но покажи как следует вот так вот вот эта кукла командар почему командар потому что этой музыкант молодой мальчик ему лет 16 играть на музыкальном инструменте который называется киоманча то вот это вот инструмент его киоманча кожа сама сделала и вышила я придумала его как его сделать по его из кожи и вышила с утажем и бисером вот они вот эти нитки они золотые то есть струны на которых он играет золотые хотя вот у меня был один друг который мне сказал что поскольку это молодой мальчик то надо было бы наверное использовать серебро нет это просто люрекс он нет это смысле вот музыка и золото ну то что он создаем я в этом намеке но мне мой друг один я с ним когда поделилась он сказал что поскольку это молодой музыкант это же там моцарт еще кто-то и бетховен там они уже в таком возрасте детском уже там быть и вот но ему это все вот не интересно он наслаждается музыкой посмотрите на выражение его лица это вот смычок которым он играет тоже там золотые струны он держит его специфическим образом не как все посмотрите как он держит ну так и нужно держать да нет так и не держат обычно так держал мой дядя когда играл на киоманте в какой форме обычно держат по-другому но это индивидуально и мне очень понравилась эта манера я своей кукле передала именно эту манеру у тебя его фотографии есть дяди который играет есть покажи фотографии сейчас мне надо долго ее искать в следующий раз покажешь куклу еще раз на самом деле это мой дядя меня вдохновил у меня два дяди один играл на киоманте другой нотари и это самые лучшие воспоминания моего детства старый тоже показать чтобы понимали попробую найти и показать вот я его таким сделала у него на голове вот это вот называется ну ну как бы это ему 17 лет ты говоришь ему лет шестнадцать да он только получится играть он уже влюбленный или он пока только он влюбленный я хотела ему шить пару девушку которая поет они обычно вместе выступают и кота которая поет вот ее я тоже задумывала вот у него такая вот называется это то что у него на голове арахчан это головной убор такой волосы я ему сделала из атласной ленты распустила у него закрытые глазки он закрыл глаза и полностью отдался музыки отдался музыки вот его жилетка видите она вся вышита и я сама вышла и такое у него сидение есть сейчас я покажу его сиденье но из подушек сделано видите ухты 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 так и положено они сидят сразу на нескольких подушках ну как бы я так пари придумала чтобы он так сидел обычно сидят они на полу конечно и бывает одна подушка они сидят на полу складывают ноги по-турецки и играют на своих музыкальных инструментов ну часто конечно никто так не сидит все сидят на стульях ну когда-то было это так они сидели на полу и они были вот такие музыканты желанными гостями на всех с желанными гостями на всех празднествах это ко мне гости пришли очень приятно женя женя а меня на таван завод журналист пришла журналист очень приятно это у нас будут смотреть и сейчас показывают нашего участница нашей школы почетный участник школа человек будущего свое творчество показывает посмотри вот смотри какую куклу она сделала очень красиво видишь она играет на музыкальном инструменте она для этого мальчика который влюбленный он играет да она сейчас готовит девочку покажи какую девочку ты готовишь вот это ее личико я еще глаза не готова глаза будут вышиты вот это изящная какая-либо журналистка сразу своим опытным глазом и у нее такое вот дело и если ближе не стесняйся так сидеть уже у нас запрещенная не террорин комнаты какая-нибудь нет ну вот смотри девочку делать а девочку как звать будут я еще не придумала мальчика зовут саммит как саммит буква первая когда с с сами да да понятно понятно а девочки я еще имя не придумала будет вместе она будет петь я хочу чтобы все запомнили какая девочка была изначально и сколько дней ты будешь ее делать скажи обычно сколько времени ты делаешь я делаю очень долго вот мы нашу картину формате коллективный разум делали два года после того как мы ее опубликовали глазами вон ту книжку дай пожалуйста да вот как мы ее опубликовали в этой нашей книжке новые приемы метода ключа белой стороны черной дыры страха я все вместе наша школа очередь будущего ума футурус все писали свои приемы на основе метода ключа сейчас я ее покажу мы ее опубликовали это книжка вышла два года назад а сегодня вот я ее доделал по последним по комментариям что добавить что убавить потому что последний раз как я люблю там были такие комментарии что правый глаз был немножко больше а я и не видел я не видел потому что был очень заострен деталях и надо было отойти подальше на расстояние чтобы увидеть картину в целом а для этого по методу круче есть отрешенность от ситуации через выход из стресса через выход из доминанты на состояние глубокой душевной безмятежности оттуда посмотреть из нуля еще какая она была там сейчас секундочку а то пусть ко мне пришла сейчас заодно покажу еще картину какая называется поющие над вселенной да я знаю эту картину замечательные картины а это тоже хорошая это портрет жилья художника а вот еще смотри как интересно я тебе покажу вот у меня танцовщица вот посмотри глаза какие у нее это я дорисовывал тоже по комментам наши группы теперь она у меня кто-то догадался горит положить ее вот так да я положил так она так тоже хорошо смотрится сейчас подожди да где же эта картина спеши не могу найти а вот нашел вот глазами вселенной и вот течение двух лет мы ее по комментам по замечаниям что убавить что прибавить какого цвета добавить что усилить и в конечном счете она стала за два года а мне кажется она стала почти совершенства а тебе как кажется ты же что она совершенства без почти отлично спасибо спасибо давай мы так сделаем я тебе очень благодарен вот поскольку ко мне пришел гость впервые сейчас только познакомились поэтому я должен утереть внимание извини и мы с тобой следующий раз ты покажешь и мальчика и девочку и если ты придешь следующий раз ты увидишь уже и девочку тоже с удовольствием и может быть даже какую-то фразу мы такую вот вместе все родим какую-то творческую которая всем по душе придется потому что мы сейчас школе чек будущего homo futurus школе человечественности давай до встречи спасибо до свидания до свидания спасибо